Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое агрессивное видео. О, как я их люблю. Это исторический момент для всего XRP сообщества, когда XRP достиг отметки в 1 доллар. Ожидая его, я не спал двое суток подряд. На пике он стоил 1 доллар и 10 центов и никогда еще за последние 3 года я не чувствовал такого ощущения счастья, как сейчас, что я инвестор XRP. Мы пробили трехлетнее сопротивление на уровне 80 центов, будто бы его все это время даже и не существовало. Прямо сейчас впереди осталось только два серьезных сопротивления. 1 доллар и 12 центов и 2 доллара. После 2 долларов сопротивления вообще никакого нет. И я хочу сказать сейчас следующее. На отметке в 1 доллар с копейками я продал 20% всех своих XRP. И прежде чем ты начнешь писать агрессивный комментарий, хочу уточнить, я получил обратно то, что вложил, да еще и с процентами. Такова моя стратегия. Следующая продажа будет не ранее, чем XRP достигнет 10 долларов. Я действую по своей стратегии, которая записана у меня на бумаге уже давно. Только так я могу контролировать свои эмоции, хотя признаться не всегда получается. Я же тоже живой человек. На 10 долларах я продам не все свои XRP, а только часть. По моему мнению, вот этот взлет XRP это даже не булран для него. Это так, небольшой скачок. Я жду, когда этот побег вырастет в шикарное и высокое дерево. Это только начало, даже несмотря на то, что за последнюю неделю XRP вырос больше всех остальных криптовалют. Кроме некоторых исключений. Я не раз повторял, что XRP всегда двигается последним, но когда он это делает, он делает это быстро, неумолимо и масштабно. Друзья, в эйфории также не забывайте о том, что мы находимся в самом разгаре судебного процесса. Я даже не представляю, что было бы сценой, если бы этого момента в жизни XRP не было. И когда, не если, а когда Гэри Гэнслер возглавит SEC, у него есть намерение как можно быстрее привнести регулятивную ясность в это дело. И вот тогда станет окончательно понятно, что SEC это некомпетентная структура. Они служат кому угодно, но только не тем инвесторам, которых клянется защищать. Вместо защиты они делают все, чтобы обычный инвестор не разбогател никогда. И я сейчас говорю не только про Ripple XRP. Мы видели это в случае с GameStop и AllStreetsBets тоже. Мы видели это у Робин Гуда и теперь мы видим это и с Ripple XRP. Но они сами открыли ящик Пандоры, который может погубить даже их самих. Вчера SEC и Ripple проводили еще одно слушание, после которого CEO Ripple Брэд Гарринхаус написал у себя в твиттере «Сегодня был хороший день». Но не для SEC. Ripple получил доступ к документам, которые комиссия упорно скрывала и не хотела раскрывать, пока суд не заставил их. Дэвид Гохштейн, основатель ПакКоин, пишет у себя в твиттере следующее. «Я не знаю, сможет ли комиссия сейчас классифицировать биткоин и эфириум как ценные бумаги после того, как все эти институционалы зашли в эти криптовалюты». Это тоже может быть аргументом для Ripple. Даже судья задал вопрос комиссии, почему они не сделали то же самое, что сейчас делают с Ripple, с биткоином и эфириумом в свое время. SEC же парирует, что никогда официально не высказывались насчет того, что биткоин и эфириум являются ценными бумагами. Поэтому, как пишет пользователь ник 84883905, есть шанс, что все три криптовалюты будут объявлены ценными бумагами. Я в этом немного сомневаюсь, но есть, есть такой шанс. Кстати, это не очень хорошо отразится на цене эфира и биткоина, если что. Тем не менее, все равно вчерашний день для Ripple можно назвать очередной победой. SEC обязана раскрыть документацию, протоколы и служебные записи по поводу биткоина и эфириума. Они почему-то этого делать очень не хотели. Ну что ж, суд заставит. Джереми Хоган, известный адвокат, который занимается делом по Ripple, вчера написал следующий твит. Готовлюсь к слушанию SEC и Ripple. Глубоко погрузился в некоторые документы и посмотрите, что я нашел. SEC заявляет в публичном документе, что Ripple это компания цифровой валюты. Цифровой валюты, а не цены бумаги, заметь. И действительно, на официальном сайте комиссии по ценным бумагам биржам США мы находим документы 23 сентября 2016 года. Далеко листать не приходится, уже на второй странице мы видим вот это предложение. Компания цифровой валюты, которая называется Ripple Labs Incorporated. XRP в 2016 году официально назывался комиссией по ценным бумагам биржам США цифровой валютой, а не ценной бумагой. Я просто хочу услышать их объяснение. Сейчас я прошу тебя поставить лайк, поделиться этим видео на всех ресурсах, которые посвящены Ripple XRP. Все Ripple комьюнити обязана увидеть это видео. Не ради развития канала, роста количества просмотров, лайков, комментариев и так дальше. Конечно, я рад и растущей статистике. Не без этого. Но сегодня я хочу только одного. Достучаться до самого верха. И это возможно только в случае, если это видео наберет минимум 100 тысяч просмотров. Тогда у нас это получится. Сек, объясни эту ситуацию. Что случилось в 2020 и 2021? Это личная неприязнь или конфликт интересов? А может быть намеренная линия поведения, направленная на уничтожение? И если это так, то кто ее заказал? Интересно услышать ваш ответ. Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Криптовалюта уже изменила мою жизнь. Но я думаю, это только лишь начало. Еще не поздно в нее инвестировать. Еще не поздно, ведь мы уже стали свидетелями рождения нового класса активов. А сейчас мы становимся свидетелями самого масштабного финансового перераспределения в истории. Криптовалюта это самая большая возможность этого века, по моему мнению, для обычного человека, чтобы сгенерировать огромные богатства и создать источники дохода, которые изменят жизнь. Упустить такую возможность просто непозволительно. Я не знаю ничего другого, что сейчас могло бы дать такие прибыли и стать больше, чем криптовалюта. Я в этом уверен на все 100%. И всегда был уверен, Роберт Киясаки у себя в твиттере пишет, что нужно покупать активы. Что экономика больна, причем не только в Соединенных Штатах, а вообще вся мировая экономика заболела и уже давно. Цифровые активы это новый класс активов, который создаст больше миллиардеров, чем любой другой существующий ранее актив. Это вот-вот случится, мы уже на пороге этого. И очень грустно, что Соединенные Штаты сами же делают так, чтобы отстать в этой гонке. А Азия в это время берет лидерство. Однако есть устойчивое ощущение, что как раз таки азиаты делают все, чтобы придавить цены криптовалют в пол. Вчера они фактически принудительно убрали биржи в Южной Корее. Просто вырубили. Зачем? Они сказали, что сделают это до тех пор, пока цены на биржах в Южной Корее не стабилизируются. Хе-хе-хе, нет. Они делают это для того, чтобы прессовать цены дальше, чтобы прессовать цену вниз. Представляешь, сколько палок в колеса, и все равно XRP достиг доллара. На биржах в Южной Корее цена XRP вовсе достигала 1 доллара 30 центов. Но люди даже не могли узнать, сколько весит их портфель, потому что они все закрыли. Вот что пишет человек из Южной Кореи. Кто-нибудь скажите мне курс XRP, так как они хотят все закрыть, а я хочу узнать, сколько стоит мой портфель. Ничего не меняется. Точно так же они манипулировали и в 2017-2018 годах. Это привело тогда к краху рынка и окончательно закончило растущий бычий тренд. И они продолжают в 2021 точно так же манипулировать рынком. Уверен, мимо твоих глаз это все пролетело и ты не заметил. Но я заметил. А еще я заметил, что многие люди сейчас не диверсифицируют свои инвестиции в криптовалюту. Они не покупают криптовалюты, которые все еще находятся на исторических низах. Но с удовольствием покупают остальные на хаях. Это яркий пример психологии рыночного цикла, когда люди покупают в точке максимального финансового риска и игнорируют точки максимально финансовой возможности. Прямо вот здесь они хотят покупать, не здесь. Теперь внимательно изучи этот график. Приблизительно так и работает настоящая психология инвестора на этом рынке. И мы должны ломать ее прежде всего в своей голове, если хотим не терять деньги, а наоборот зарабатывать на этом рынке. Это настолько очевидно и настолько понятно для абсолютно всех, с кем я общаюсь, что я удивляюсь, почему они все еще действуют именно по этой схеме до сих пор. И сюда нужно обязательно вставить Геральта из Ривии, если я не забуду на монтаже. Прямо сейчас, если мы сравним графики XRP и биткоина, то увидим, что Ripple, наконец, начал демонстрировать себя лучше, чем даже сам биткоин в последнее время. Это похоже на параболический рост. Если все эти трения с регулятором закончились бы прямо сейчас, я не был бы удивлен, увидев моментальный взрыв цены XRP. И только хейтеры станут свидетелями этого движения. А мы берем свою жизнь в свои руки. Мы берем ответственность за наше будущее. И именно поэтому нас ненавидят. NASDAQ месяц назад опубликовал эту статью, будто бы снял ее с моего языка. Вот почему Ripple XRP может быть криптовыбором прямо сейчас. К сожалению, эта статья прошла мимо большинства, потому что весь эфир забит биткоином. На видео, кстати, Кишинев. Всем привет, кто из Кишинева. У меня есть там хорошие друзья. Вот еще один пример того, к чему я веду. От CryptoWales в Твиттере. Goldman Sachs в марте 2020, в момент самой максимальной финансовой возможности, исходя из психологии рыночного цикла, сказал, «Большинство криптовалют обвалятся до нуля». Вот что они писали здесь, в марте 2020, когда биткоин стоил около 4000 долларов. Когда и нужно было покупать. Знаешь, что они говорят сейчас, когда биткоин вырос с этих отметок до 60 тысяч долларов? Из психологии рыночного цикла мы понимаем, что это точка максимального финансового риска. Они говорят, мы в шаге от того, чтобы предлагать своим клиентам биткоин и другие цифровые активы. Ты чувствуешь то же, что и я? Манипуляции? Вот почему я снова и снова повторяю. Я перестал покупать биткоин напрямую. Сейчас моя стратегия изменилась, и я стараюсь накапливать биткоин с помощью альткоинов, которые еще не так сильно выстрелили. Я говорю это все, чтобы ты понял. Мы не выигрываем, если идем на поводу мейнстримных медиа. Мы выигрываем, когда находим диаманты, которые никто не хочет покупать, и ломаем себя, чтобы преодолеть принципы рыночной психологии. Так, в марте 2020 никто не хотел покупать биткоин, и это точно и четко помню. А в марте 2021 никто не хотел покупать XRP. Я долго ломал свои страхи и стадные инстинкты, чтобы перестать следовать этому графику и этой схеме, как все остальные. И даже так, несмотря на это, я все еще иногда ловлю себя на мысли, что я следую этой схеме все равно. Это сложно. Но ничего не бывает просто, а особенно, если ты хочешь стать самым богатым человеком в своей родословной. Если ты хочешь стать первым миллиардером в своей семье. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было для тебя интересным, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, а мне всегда очень приятно. Также подписывайся на канал, телеграмм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делись видео с друзьями, комментируй и обязательно богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok